Жизнь связывала с программированием, но я не хотел связываться. Чем ты там занимался? За год прошел путь от стажера до уже руководителя фронт-энд отдела. Ты что-то такое гениальное сделал. На самом деле несколько факторов сложилось. Быстрее, дальше, сильнее и так далее. Как появилась эта идея? Людям нужен наставник, им нужна обратная связь. Как вы оббираете технологии, которым учить? Какие у вас есть направления и как вы их формируете? Супер, отличный вопрос. Мы ориентируемся только на рынок. То, что реально нужно рынку, то, что реально нужно IT-компаниям, это мы и стараемся давать. Мы анализируем все топовые компании, в основном наши отечественные, естественно, но также и компании зарубежные. Там, европейские или вот северной Америки. Мы, во-первых, ходим, насколько я знаю, как и ты, в гости в такие компании, в офисы. Знакомимся с HR-ами, общаемся с ними напрямую, держим контакт с ними. И лучших выпускников мы рекомендуем HR-ам разных IT-компаний, с которыми мы дружим. То есть, как мы делаем? Мы запрашиваем у HR-ов этих топовых компаний требования, которые им нужны для того, чтобы человек стал у них работать. Анализируем их, понимаем, какие реально технологии сейчас востребованы на рынке и подстраиваем всю программу обучения именно под то, что нужно рынку. То есть, вот так мы делаем. То есть, мы не учим тому, что нам кажется прикольным. Мы учим тому... А что конкретно нужно рынку сейчас? По крайней мере, у нас здесь. Сейчас, если мы учим четырем направлениям, это веб-программирование, веб-дизайн, интернет-маркетинг и разработка мобильных приложений. Соответственно, в каждом из этих, я тебе могу рассказать, веб-разработки — это, естественно, фронт-энд и бэк-энд, фронт-энд — это JavaScript. И сейчас есть три основных фреймворка, которые борются. И один, который все время какой-то из них вырывается в лидеры каждый год — это Angular, Vue, JS и React.JS. Соответственно, пока что на данный момент, по моему мнению, лидирует React, ему на пятки наступает Vue, и Angular, на мой взгляд, уже на третьем месте. Хотя все меняется, и там год назад еще все совершенно по-другому было. Соответственно, также это инструменты автоматизации работы фронт-энда. Главный сейчас инструмент — это веб-пак. Ну, и на самом деле, я тебе могу сейчас причислять всякие уже более мелкие инструменты, которые туда входят. Но вот главное во фронт-энде — это. В бэк-энде — это PHP связки с Laravel, таким фреймворком. И также сейчас набирает очень сильно популярность Python с Django. И Ruby, на мой взгляд, отстает. Был хайп когда-то лет 5-6 назад из-за Ruby. И Ruby везде требовались. Ruby on Rails и так далее, но сейчас он поменьше. То есть, мне кажется, он сейчас уже на четвертом-пятом месте лет. Вот, то есть сейчас в бэк-энде, на мой взгляд, это Python и PHP. А я тебе могу перечислить, если хочешь, по остальным тоже. Ну, я думаю, что, в принципе, если кто-то захочет, то может и к тебе на канал, и к вам в школу, и изучить более подробно эти направления. Информации хватает. У вас у самих есть медийное пространство, где можно много информации насчет этого подчеркнуть. Да, то есть я могу долго перечислять, короче, что сейчас популярно. Мне это интересно. Да, да. У вас много видео интересных и полезных информационных. Я бы хотела поговорить с тобой о той аудитории, которая у вас основная. Это какая? Это люди, которые вообще только входят в программирование, то есть начинающий со всем уровень? Или это люди, которые там хотят подтянуться с джуниора на какую-нибудь миддл позицию, или с миддл на синьор? Какая это аудитория? Мы до сих пор изучаем нашу аудиторию, и не на все вопросы по аудитории я вот себе уже ответы нашел, потому что мы собрали очень широкую, разношерстную аудиторию. В основном, конечно же, это ребята джуны, то есть кому нужно какие-то первые начальные знания для того, чтобы найти первую работу. В основном это вот такие люди. Но у нас собрался достаточно большой костяк еще и таких уже, знаешь, цинников, которые уже не один год работают, и они требуют как можно... То есть чаще всего они требуют контент более сложный, который мы периодически им выдаем. Но все равно основная масса — это новички. Да, но ты говоришь сейчас про ваш YouTube-канал, правильно? Да, да, по YouTube-каналу. А что касается курсов? Вот на кого они рассчитаны, ваши курсы? Все, я понял. Курсы рассчитаны на людей, кто хочет получить первую работу по этим четырем направлениям, которые я перечислил. И, соответственно, у нас есть пару продвинутых курсов. То есть для людей, кто уже, допустим, фронтет-разработчик, и ему нужно прокачаться в инструментах смежных или более высокоуровня. То есть пока у нас курсы — это в основном новички и такие медлы. Но если ты пройдешь, допустим, наши две профессии — веб-разработчик и джаваскрипп-разработчик, и выполнишь все максимально на пятерке и получишь дипломы на отлично, то я считаю, это уровень крепкого медла, которому просто нужно дать работу, и он быстро все поймет, начнет делать. И просто ему нужно побольше практического опыта, и все. И он, мне кажется, медлом станет через год. Вот такой человек, который на ура прошел эти две профессии наши. По поводу того, что я спрашивала, как вы подбираете преподавателей, ты сказала, что они как-то натуральным образом, но тем не менее я уверена, что вы дорожите своей репутацией и каким-то образом все-таки отсматриваете тот материал, который они вам дают. Какой преподаватель проходит дальше и становится сотрудником? Смотри, конечно, то, что я говорил, натуральным образом, я имел в виду не то, что типа «О, классный парень, берем сразу». Мы очень много не берем людей, просто люди, которые в нашей команде, они естественным образом к нам приходили. То есть мы чаще их находили не на Headhunter, а по знакомствам, либо они нас находили напрямую. И мы уже потом фильтровали и понимали, подходит нам или нет. А так, смотри, для нас это опять же вот эти вот три главные параметры. Первое – харизма человека, то есть как он умеет преподавать и как он умеет зажигать. Естественно, я бы не скажу, что это на первом месте, это равносильно тому его знаниям и опыту. То есть он должен быть практиком, то есть он должен реально работать в какой-то классной, серьезной IT-компании, либо иметь опыт такой. И третье – он просто должен любить образование, любить, делиться знаниями. То есть потому что бывают люди, которые и опытные, и харизматичные, но не любят делиться знаниями и, ну, соответственно, либо могут это делать, не кайфуют от этого. То есть от этого надо кайфовать. То есть ты должен вот не только любить и гореть этим, но и кайфовать, делиться этим. Вот такие вот, наверное, три главных критерия. И вот это, если грубо говоря сказать, как их проверить, это уже, конечно, нужно собеседовать и делать тестовые задания. Отслеживаете ли вы как-то судьбу студентов, которые, ну и как она вообще складывается? Есть ли какая-то статистика по их трудоустройству? Как раз вчера обсуждали, вот сделали новый опросник, его будем запускать. У нас есть чат выпускников, где сидят все выпускники. Соответственно, мы с ними связываемся и делаем вопросы. То есть более конкретную статистику я тебе смогу дать позже, вот когда мы соберем новую. Сейчас я тебе не могу сказать точных цифр. Но мы ее отслеживаем, и, соответственно, во-первых, все выпускники, кто выше хорошиста, то есть у нас дипломы, вот, знакомые тебе будут по западной технологии сделаны, то есть A+, A, B, C, D, да? Все, кто выше B, у нас в чате выпускников. То есть все как раз те, кто хорошисты и выше. И там уже в чате выпускников у нас больше 1200, по-моему, человек, или что-то такое надо проверить, посмотреть. И, кстати, я сейчас зайду сразу в Slack, в Slack у нас чат выпускников. И, соответственно, там жизнь кипит, там люди друг другу помогают с работой, плюс мы устраиваем встречи выпускников регулярно. Обычно это пару раз в год минимум, иногда чаще бывает. И мы это делаем пока что только Питер, Москва, но у нас достаточно много выпускников и в других странах, и в других городах, там, и в Казани, и в Киеве, и в Минске, и много где еще. Вот, поэтому, может быть, если все хорошо будет сложиться, будем устраивать какие-то встречи и, ну, в других городах. Так, вот я сейчас зашел, хочу посмотреть, сколько у нас реально людей сейчас в чате. Секунду. Так, General. Так, что-то интернет подключивает. Сейчас, секунду. А, 1418 выпускников у нас. Ну, там еще плюс наша команда, 70 человек. То есть 1418 минус 70 будет вот сколько у нас выпускников в чате. Я думаю, что к тому моменту, как выйдет это видео, поскольку мы немножко вперед снимаем, может быть, ты как раз дашь какую-то статистику, мы ее положим под видео. Я думаю, что это будет лучшей мотивацией прийти к вам. Постараемся ее собрать и выложить. У меня несколько вопросов, собственно, к твоей персоне, скажем так. Потому что, ой, ничто так не работает, как мотивация, как мы уже сегодня выяснили. И твоя история побеждать, это здорово. Сейчас, ты сказала, у вас 70 сотрудников, да, в школе. Угу. Это здорово. Это хороший результат. Расскажи о том, что тебя вдохновляет, что тебя мотивирует. Вот кроме того, что в тебя никогда не верят, ты идешь дальше и доказываешь. Что сейчас тебя вдохновляет, когда, в принципе, ты уже доказал, наверное, тем людям, которым хотел? Первое, вот по поводу 70 человек, я бы не сказал, что это, знаешь, крутой показатель эффективности. Я вот сейчас это пересматриваю. Мне кажется, круто, когда такие же хорошие показатели, как у нас сейчас, или выше, а команда 20-30 человек, то есть я сейчас, вот честно, я считаю, что мы можем больше таким количеством людей, либо можем как минимум столько же меньшим количеством людей, вот, то есть я бы хотел к этому прийти, потому что точно есть, что улучшать в процессах и вообще в форматах. А по поводу, что меня мотивирует, слушай, на самом деле меня сейчас простые вещи мотивируют, просто такие человеческие, то есть то, что я хочу дать своей семье, то, что я хочу, как бы, дать этому миру, то есть у нас четкая цель написана, мы хотим качественно обучить востребованным знаниям 100 тысяч человек. Сейчас у нас такая цифра стоит. Пока что мы обучили приближенно к 4 тысячам, соответственно, есть еще над чем работать. Вот, и, ну, это если считать школу, то есть если взять Лублог, где больше 200 тысяч подписчиков, может быть, мы обучили гораздо больше, потому что к нам на разных IT-мероприятиях часто подходят люди, кто не проходил наши курсы, но кто смотрел бесплатные занятия на Лублоге и говорит нам, что спасибо, ребята, я благодаря вам работу нашел. То есть вот, чтобы собрать полную статистику, конечно же, надо учитывать еще и Лублог. Но вот чтобы собрать всех этих анонимных пользователей без аватарок, и которые, может быть, даже комментарии не писали, как мы им реально помогли, это будет тяжело. Вот, но вот по статистике оффскула это вот, сколько у нас, больше трех с половиной тысяч выпускников. Соответственно, меня мотивирует история выпускников. Меня мотивирует, когда я с утра стою там, допустим, в 7 утра варю себе кашу хмурой, а мне звонит телефон неизвестного номера, я беру, и это оказывается наш ученик, выпускник, который сделал себе карьеру, и сейчас хотел просто сказать мне спасибо, что у него все хорошо, и он кормит свою семью, там, у него пару детей, и у него все классно, короче, вот. То есть вот такие вещи меня мотивируют. И я понимаю, что, значит, все не зря, значит, надо продолжать, значит, все эти нервы, там, стрессы и всякие проблемы, все это не зря, короче, что мы делаем полезное дело. Это приятно. Твоя история показательна для меня и интересна еще и в том плане, что у тебя есть верный друг и соратник, с которым ты, по-моему, с пяти лет, если я правильно. Да. Обычно, вообще, я слышала много раз такое выражение или даже совет, это можно назвать, что никогда не делайте бизнес и не работайте с родственниками и друзьями. Твоя история – исключение или вы как-то сумели правильно, не знаю, настроить процессы, договориться, прописать? Расскажи вот секрет, потому что, почему я спрашиваю, все-таки часто разработчики, да, которые моя аудитория, они упускают из виду вот этот человеческий фактор, что в Америке ему придается гораздо больше значения на работе, да, как с человеком будет работать, не только его какие-то технические скиллы важны, а именно какой он человек. Так вот, как вы сумели договориться и добиться успеха? Слушай, если суперкратко, ответ такой, это у нас есть кодекс, можно, знаешь, как кодекс братана, типа кодекс партнера, вот, и мы его постоянно дополняем, буквально на той неделе мы его опять дополняли. И я тебе так скажу, это суперсложно. Я не могу сказать, знаешь, что, типа, вот, ребята, я всем рекомендую, это крутой путь, и только так надо. Это очень сложно, очень. Мы у нас постоянно, конечно же, из-за этого тоже, из-за того, что, помимо того, что мы партнеры, мы и друзья, из-за этого есть, конечно же, человеческий фактор, стрессы и там споры, мы оба упрямые, и это все есть, но плюсы все равно перевешивают минусы. То есть, и для меня лично, то есть, если, ну, я слышал много людей, которые, допустим, делают бизнес одни, и это нормально, я это уважаю, и это окей. И причем, знаешь, я не отрицаю, может быть, и Дима когда-нибудь захочет там бизнес один сделать, или я, это нормально тоже. Но конкретно вот тот бизнес, который мы с ним создали, и конкретно то, как он сейчас построен, это именно благодаря синергии вот наших разных личностей, и, соответственно, разных плюсов наших. И это все перевешивает. То есть, я так думаю, если делать с партнером, то с кем как не с лучшим другом или с лучшими друзьями, потому что кому еще ты так будешь доверять? То есть, у меня такая логика. Да, но это рискованно, потому что можно потерять дружбу, правильно? Ну, да, то есть, я так думаю. То есть, если вы делаете бизнес, то вы должны стать друзьями, либо вы уже были друзьями, я так это вижу. Потому что иначе не будет доверия, а доверие основа всего. И, соответственно, вот. А если делаешь бизнес один, то окей, тоже такой вариант нормальный. Поэтому тут я единственное, что могу сказать, это точно нужен кодекс, и нужно прописывать прям правила. Это, наверное, зависит от людей, насколько они глубокие, и насколько эти правила там, в каких сферах. Вот, но это точно упрощает жизнь, и это точно тот инструмент, который лично нам помогает. То есть, мы пишем правила, мы их обновляем, и если у нас какой-то непонятный спор, то мы обращаемся к кодексу, чтобы он нас помирил и разрулил. По поводу кодекса, парочку таких показательных пунктов можешь привести? Просто для примера, может быть, мои подписчики когда-то тоже соберутся с друзьями делать бизнес. Да, слушай, там реально много пунктов. Давайте на скидку, что, допустим, нового мы добавили. Допустим, это связано, вот новые добавления связаны как раз-таки с веянием времени, с тем, что мы большую часть времени сейчас работаем в чатах, в телеграме конкретно. И в связи с этим есть определенные там недопонимания иногда бывают, или какие-то ненужные эмоции, которые возникают просто из-за того, что на одном конце я, на другом конце он, и мы просто не видим вживую эмоции друг друга, и когда мы пишем, мы просто можем друг друга не так понять. Ты поняла, что у меня сейчас? То есть, что просто, допустим, я написал в одном настроении, он в другом, и он не так понял, все, недопонимание. Вот, поэтому мы ввели несколько новых правил, связанные как раз с общением в телеграм-чатах рабочих. То есть, первое, это что прежде чем написать какую-то мысль, ты три раза подумай и оформи ее в конечный продукт мыслительный. То есть, потому что зачастую недопонимание бывает просто, если ты пишешь какую-то мысль, в которую ты сам еще не уверен, или которую ты не обработал, и ты ее закидываешь, как, знаешь, топливо для споров. Спор начинается, но ни к чему не приводит. То есть, споры должны в итоге приводить к какому-то результату, который полезен для всех. И, соответственно, вот такое правило, то есть три раза подумай, прежде чем написать, а следующее правило, это... Вот я сейчас скажу одно правило из новых, а сейчас тебе скажу одно правило из старых. Это уважение и искренность. Вот, два слова. А еще я знаю, что вы не спорите больше 30 минут. Это правда? Вот это прям честно, это у нас прописано, и вот как раз мы сейчас изменяем, потому что мы понимаем, знаешь, это не соответствует реальности. Потому что мы, бывает, дольше спорим. То есть, знаешь, мы не такие прям сумасшедшие, пунктуальные люди. А, 30 минут, все, правило номер 3, точка 15. И все, и мы такие заканчиваем. Нет, у нас такого нету. Просто мы стараемся как-то балансировать. Вот на... Мы оба люди, оба эмоциональные, и такие вспыльчивые достаточно. И, соответственно, если просто не будет кодекса таких правил, то будет, знаешь, понимаешь, лишние эмоции, лишние какие-то обиды непонятные. А когда он есть, понятно, что даже если там правило... Ну, мы стараемся писать правило максимально подробно, как ты сказал, там не больше 30 минут. Но в реальности, конечно, это правило должно звучать в стиле, что мы не спорим, там, допустим... Если мы видим, что мы спорим достаточно долго, то мы просто заканчиваем спор, идем, остываем и связываемся на следующий день уже спокойными и поднимаем этот вопрос уже в спокойном состоянии. Это просто значит, что мы начали обсуждать тему не в нужном состоянии, когда оба к этому не готовы. То есть спор — это значит вот это. Если мы оба в адекватном состоянии, то это не спор, а обмен контраргументами, где чьи-то контраргументы выигрывают, перевешивают. Вот и все. То есть как-то так. Не знаю, просто я объяснил, или сложно для людей. Но если кто хочет, можем в комментариях эту тему продолжить. Эта тема интересная. Да, здорово. Спасибо тебе за интервью, за то, что поделился своей историей. Спасибо тебе. Вдохновил, я думаю, что многих людей идти вперед, не отчаиваться, когда в них кто-то не верит, кто-то бросает. Ну и, конечно же, хочу напомнить всем, что в описании к этому видео лежит ссылочка на ваш YouTube-канал и на вашу школу. Супер, спасибо большое. Погадывайте и изучайте. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»